Привет, мои хорошие! Меня зовут Дарья и я рада вас приветствовать на своем канале. Сегодня у нас пойдет разговор о мольбертах и тютниках. Если вам данная тема интересна, то оставайтесь со мной. И начнем мы свой разговор с мольбертом. Если разобраться поглубже, то слово к нам пришло из немецкого языка и означает оно доска для живописи. То есть и раньше мольбертами называли доски или металлические щиты, на которых писали маслом. Сейчас же мольбертом называют специальное приспособление, на которое ставится холст или планшет. Такая универсальная вещь для художника, я бы даже сказала незаменимая. И если вы собираетесь приобретать себе мольберт, то, надеюсь, данное видео будет для вас полезным. И вы прислушаетесь и выберете нужный вам мольберт. Сразу скажу, что мнение мое субъективно и прислушиваться к нему или нет, это личный выбор каждого. Но, надеюсь, кому-нибудь данное видео будет полезным. Итак, мольберты бывают разных видов. Встречаются станковые мольберты. Они нужны для больших полотен, так как они громоздкие и тяжелые. Если вы собираетесь писать картины больше метра на метр, то вам нужен именно станковый мольберт. Другой мольберт не справится с этой задачей и такие большие холсты не выдержит. Если же вы рисуете средние работы, чуть меньше метра на метр, то вам отлично подойдет мольберт-тренога. Он не такой мощный, но достаточно крепкий и хорошо держит холсты. Плюс треноги в том, что ее можно сложить и убрать куда-то в угол, либо в шкаф, чтобы он не мозолил глаза. В отличие от станкового мольберта, который никуда не спрячете. Следующий вид мольбертов это мольберт лира. Он очень похож на треногу, так как тоже имеет три ноги. Но лира, в отличие от мольберта, треноги намного менее увесистая, более изящная и еще более компактная. То есть, если вы не собираетесь делать работы больше второго формата, то и мольберт лира вам отлично подойдет. Если вы именно ищете какой-то компактный вариант. Также существуют ученические мольберты, по-другому их еще называют хлопушки. Такие мольберты вы видели в художественных школах, просто в школах, на уроках изобразительного искусства часто они используются. Тоже компактные, но они предназначены не для высокого роста. И поэтому, если вы человек уже взрослый, то вам нужен именно либо лира, либо тренога. Так как у них регулируется высота поднятия планшета или холста. У хлопушки высота уже задана и она обычно подобрана под рост школьника. Поэтому, если вы школьник, то хлопушка вам тоже подойдет для небольших работ. Но если вы уже человек взрослый, то по росту вам просто будет неудобно и неуютно работать за таким мольбертом. Плюс еще хлопушки в том, что для нее не нужен отдельный планшет, так как уже есть деревянная основа, куда можно приклеить лист. Но думаю, что приобрести планшет к мольберту тоже стоит. И рисовать именно не только за мольбертом, но иногда и за столом с планшетом тоже очень удобно. Но это единственный его плюс, а главный минус я уже ранее сказала. Ну и последний мольберт, про который я вам не рассказала, это настольный мольберт. Я вам покажу свой вариант, потому что я считаю, что он оптимален. Треноги настольные, либо такие очень хлюпенькие настольные мольберты я советую не брать, потому что намучаетесь и из-за тяжести ваших картин они будут неудобны в работе. Если вы выбираете настольный мольберт, если вам нужна мобильность и компактность, то есть вы постоянно убираете художественные материалы, вы любите работать за столом, чтобы все принадлежности стояли на столе вместе с вашей картиной. Если вам неудобно наклоняться к стулу, убрать краски, чтобы все было перед вами на столе, то настольный мольберт это ваш вариант. Единственный его минус это то, что оптимальный размер картин это А3. Чуть меньше и чуть больше, то есть больше А2 формата брать на данный мольберт не стоит, потому что он уже не очень хорошо будет их выдерживать. Но если посмотреть на мой вариант, данный мольберт выдержит и А2, и чуть больше, потому что конструкция очень крепкая. И всегда, когда вы берете мольберт, смотрите на дерево, из которого он сделан, смотрите на саму конструкцию, чтобы она была крепкая, надежная, чтобы если что вдруг, если вам приспичит написать картину 60 на 40, данный мольберт ее выдержал. Поэтому всегда смотрите на конструкцию. Данный мольберт я заказывала в группе ВКонтакте, их делает прекрасный молодой человек Павел, он тоже художник и на своем опыте он делает мольберты удобные ему и впоследствии удобные многим другим рисующим людям. Поэтому заходите в группу ВКонтакте, смотрите информацию про данные мольберты. И еще бонус, то что к этим мольбертам приходит еще и планшет, что тоже очень удобно, потому что не всегда хочется потом отдельно бегать и искать планшет для вашего мольберта. И что нужно учитывать при выборе мольберта, так это из чего он сделан. Существуют мольберты металлические, деревянные и пластиковые. Я советую брать деревянные, так как они легче и смотрятся более эстетично. Но тут уже, конечно, выбор каждому. Кому-то нравятся и металлические, и пластмассовые варианты. Если вы берете деревянный мольберт, то лучше брать из сосны, потому что сосна, она прочная и легкая. Например, если вы хотите взять мольберт подороже из бука, то вы должны учитывать, что он достаточно будет тяжелый за счет дерева. Если брать металлические мольберты, они слишком тяжелые. Если брать пластиковые, то они слишком легкие. Поэтому оптимальный вариант это дерево. И многие художники выбирают именно из сосны мольберты и прекрасно на них рисуют. И все свои мольберты я вам показала. Надеюсь, информация была интересной и полезной. А дальше мы поговорим про этюдники. Итак, что же такое этюдник? Тоже идет из иностранного языка, из французского. Этюд это учение и сам этюд. Этюд это быстрая зарисовка, быстрая живописная картина, которая написана за один сеанс. Это называется этюдом. И от этого слова идет и название этого ящика на ножках. Этюдник. Этюдник это специальный ящик для живописи, который стоит на трех ногах. Этюдники бывают разные. Разного размера, разного состава, наполнения. То есть тоже нужно выбирать, исходя из своих предпочтений. Первым делом, когда вы берете этюдник, вы должны определиться, зачем он вам нужен. Если вы не ходите на пленеры, то, на мой взгляд, вам этюдник не нужен. Потому что этюдник это исключительно приспособление для того, чтобы писать на свежем воздухе. И если вам удобен вот этот вот ящик для хранения, и вы все-таки все равно хотите, даже рисуя дома, иметь этюдник, то возьмите этюдник со съемными ножками. Потому что сам этюдник можно поставить на стол и на нем писать, как на настольном мольберте. Но тоже это не очень удобно. Поэтому этюдник нужен только для живописи на природе. Так как у него ножки имеют заострение на кончиках, чтобы хорошо впиваться в землю, чтобы его не сдувало ветром, он будет портить ваше напольное покрытие. И постоянно его собирать и разбирать будет не очень комфортно и удобно. Если вы хотите просто хранить масляные краски, либо другие краски, то возьмите себе контейнер пластиковый и там и храните. А не в этюднике. Еще раз повторюсь, что этюдник исключительно нужен для живописи на природе. И если вы собрались на природу, вам нужен этюдник, то главное выбирайте этюдник по своему росту и по своей комплекции. Если вы подросток, имеете небольшой рост и небольшую комплекцию, то берите маленький этюдник. И всегда, когда вы берете этюдник, возьмите его в собранном виде и поднимите. И прибавьте туда еще несколько килограмм, это масляные краски, кисти, разбавители и всевозможные приспособления для масляной живописи. Если же вы такой, как я, в такой средней комплекции, среднего роста, то вам поддает средний размер. Оптимально, чтобы вы его смогли унести и принести в нужное место, а потом разобрать и собрать. Если вы еще больше, чаще всего, если вы мужчина, то можно брать смело большой этюдник и его с удовольствием таскать со всеми холостами и красками. Как я и сказала, этюдники бывают с ножками, съемными, стационарными и сборными. Съемные ножки, они из названия понятны, их можно снять и использовать этюдник как просто ящик для хранения масляных красок. Если брать стационарные, то вот они какие есть, такие есть, никуда не убираются. Это очень неудобно. И если вы не живете на природе и вам нести его нужно не один метр, а несколько остановок ехать, то берите сборные ножки. Ножки сборные бывают металлические и алюминиевые. Металлические они более прочные, но тяжелые, поэтому лучше брать алюминиевые ножки, так как этюдник вы несете на себе и нужно учитывать весь вес и себя не перенагружать, чтобы, так сказать, пока вы добираетесь до места рисования, не устать и не передумать вообще этим заниматься. Также существуют этюдники с деревянными ножками, но они не подходят для улицы, поэтому вы, наверное, даже их и не встретите в магазинах, потому что я ни разу в жизни своей не встречала этюдник с деревянными ножками, но знаю, что такие существуют. И обязательно, когда выбираете этюдник, разберите его полностью и посмотрите его максимальную высоту. Максимальная высота этюдника должна доходить вам до талии, не ниже, потому что если вы собираетесь работать на природе, то на природе, когда вы рисуете, вы не всегда сможете сидеть. Чаще всего за этюдником работают стоя, и чтобы вам было комфортно, чтобы спина и поясница не уставали, этюдник не должен быть ниже талии. Если он ниже талии, вам придется постоянно сильно наклоняться и нагружать поясницу, спину, а это нам не нужно, ничего не должно нас отвлекать от творчества на природе. Поэтому обязательно разберите его, посмотрите длину ножек. Если у вас рост, как у меня, 1,75 м, то вам будет сложно подобрать этюдник до талии. Мой этюдник чуть ниже талии, но я взяла максимально длинные ножки, что представлены были в моем городе. Если у вас есть возможность зайти в художественный магазин более обширного ассортимента, то, думаю, вы с легкостью найдете этюдник под свой рост. Ну и на этом все. Я надеюсь, рассказала все и ничего не забыла. И это видео было для вас хоть чуть-чуть интересным и, конечно же, полезным. Если это так, то обязательно напишите об этом в комментариях и поставьте лайк данному видео. Мне будет очень приятно, если вы еще и поделитесь с ними друзьями. И вообще пригласите людей на мой канал. Нас сейчас уже больше 60 тысяч. Меня это безумно радует. Я всегда захожу на свой канал и удивляюсь, откуда вы, люди, пришли и как вы обо мне узнали. Потому что канал у меня такой, я бы сказала, специфический. У нас не все рисуют, но уже 60 тысяч набралось рисующих людей. Меня это очень радует. Поэтому спасибо каждому, кто на меня подписан, кто смотрит эти ролики. Я вообще безумно вас люблю и стараюсь для своего канала сейчас снимать больше и заниматься им активнее. И на этом все. Буду заканчивать данное видео. Надеюсь, я его не слишком затянула. И все-таки хоть чуть-чуть оно было для вас интересно. Помните, что рисовать можно каждый. С вами была Дерриар. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok